Всем привет! С вами Светлана Сапегина и канал Супербисер. Я прибралась в своих запасах бисера и рубки и выделила ровно половину на распродажу. Всего получилось 13 ящиков бисера и рубки. Это 1400 пакетиков или 70 килограмм. И плюс еще пара ящиков с другими материалами и инструментами. Также поступал вопрос про сами ящики для хранения. О них расскажу в конце видео. Видео получилось длинным, так что устраивайтесь поудобнее, приготовьте ручку, листочек и записывайте. Всю информацию по стоимости, правилам заказа, срокам вы найдете в описании к этому видео. Итак, поехали! Начнем с красных, оранжевых, золотых и желтых оттенков. Я сейчас не буду останавливаться на каждом виде подробно, как делала ты раньше, а делаю просто краткий обзор для тех, кто уже разбирается и готов заказать прямо здесь и сейчас, так как время на распродажу ограничено. Начнем с красных оттенков. Сначала непрозрачный, натуральный. 93-310, темно-красный. 93-170, просто красный. Этот без номера, он очень такой ярко-красный, почти иллюминисцентный. Не все пакетики у меня подписаны, поэтому описательным методом уже пользуйтесь. 98-190 с глянцевым блеском. Это тоже 190. Вот, смотрите, да, два одинаковых пакетика, запаянных и подписанных фирмой, но чуть-чуть они по оттенку отличаются. Я такое уже не раз замечала. Видимо, разные партии. Но мне это даже нравится, я тогда себе сохраняю каждый пакетик, хотя бы по одной штуке, и тогда у меня будет больше разнообразия оттенков. Как у настоящего художника в красках. 98-170, 98-140. Дальше идут непрозрачные с радужным блеском. 94-190. Некоторые пакетики у меня вот в таком виде. Иногда так и приходило, а иногда я, вы знаете, пересыпала раньше бисер, сейчас пришлось опять все рассыпать. 94-170. Дальше идут прозрачные виды, и сначала матовый. 90-120. Вот это прозрачное стекло. И совсем без всякого блеска матовый тертый. 90-090, 90-050. Дальше идут уже не матовые, а просто прозрачные, натуральные. 90-070. С глянцевым блеском тоже прозрачные. 96-090. 96-070. Это у меня, кстати, здесь весь-весь-весь бисер. То есть, который вы видите один пакетик, это значит, его есть один. 96-050. Светло-красный, вот их два. 91-120. Это уже пошли с радужным блеском. Темно-красный. 91-090. Это посветлее. Дальше идут парчевые. 97-120. С квадратным отверстием. Такие виды будут на 10 рублей подороже. Мне больше нравится, как он блестит, потому что он прямо сверкает, переливается. Так, тут с круглым отверстием. Например, его использовать как основной, а с квадратным как окантовку. То есть, его возможен меньший расход. Но если сделать полностью из квадратного отверстия, то, конечно, будет просто шикарно. Так, дальше 97-090. Это уже посветлее красный. Вот тоже 97-090 в таком пакетике. Это с квадратным отверстием. Вот он уже интереснее мерцает. Дальше 97-070 тоже с квадратным отверстием. Есть в таком пакетике, есть в таком. А, это даже 11 номер. То есть, еще помельче. Дальше 97-079. Это парчевый, да еще и с радужным блеском. Такие необычные виды. 93-730. Вот этот вид у меня тоже был описан в моей первой книге. Он называется Корнелия или Сердолик. И это достаточно редкий вид. У него в середине белая бисерина. Поэтому он еще называется белое сердце. А снаружи эта бисерина покрыта слоем из прозрачного цветного стекла. И видов у него цветов совсем немного. То есть, основные только красный, желтый, зеленый, синий, голубой. Теперь перейдем к красной рубке. На этот раз рассматриваем бисер и рубку вместе. Так как я бы предпочла, конечно, чтобы у меня заказали не только рубку, но и бисер. 93-300. Это непрозрачная, натуральная. 93-210 посветлее. 93-170. Еще светлее. То же самое. Так, дальше непрозрачная с глянцевым блеском. 98-190 номер 11 и номер 9 покрупнее. 98-170 номер 11. Есть еще вот такой вот удлиненный вид. Это еще не стеклярус, но вот такая удлиненная рубка. Стеклярус был бы еще длиннее. 93-140. Это уже такой почти оранжевый. Очень-очень яркий цвет. Так, теперь прозрачные, натуральные идут. 90-120. 90-090. Посветлее. 90-070. Яркий. Так, тут он же в пакетиках. А еще есть удлиненный тоже 90-070. Удлиненной формы. 90-050. Это уже совсем такой чисто красный. И 90-1-090. Это прозрачный с радужным блеском. Его один пакетик. Так, теперь прозрачный с глянцевым блеском. Так, это вот темно-красный. Мне вот прям такие нравятся. 96-120. 96-090. Тут есть и номер 10, и номер 9. Так, 96-090. Вот видите, разные пакетики у меня. Потому что я с каждого заказа по пакетику в любом случае. А то и по 2, а то и по 5, а то и зеленых так по 10 откладывала. 96-070. Да, тут их много. Дальше 96-050. Какой красивый, искристый. Дальше парчевые. 97-120. Удлиненной формы. 97-120, да еще и с квадратным отверстием. Вот посмотрите, как бисер с квадратным отверстием отличается от бисера с круглым. Ну, у квадратного блеск еще более, еще более такой граненый, как бы мерцающий. У круглого просто спокойный такой цилиндрический. Дальше 97-090, номер 11. Также есть номер 10. Есть тоже удлиненный с квадратным отверстием. Дальше посветлее. 97-070, номер 9. Потом 97-050, еще светлее удлиненный. И есть квадратный тоже. А тут даже шестигранная форма у этой рубки. И последний красный вид. Это 97-079. Парчевый с радужным блеском. Теперь перейдем к оранжевым видам рубки и бисера. Вот они на один с половиной ящик растянулись. Так, сначала парчевые. 87-060. Такой желто-оранжевый. Вот тут тоже 060 называется, но уже совсем другое, совсем поярче. Удлиненной формы с квадратным отверстием. 18-289. Типа персиковый такой цвет. Тоже красивый. И вот более светлый персиковый. Но он называется точно так же. Но видите, то опять посветлее. То ли это ошибка какая-то, то ли это опять же разные заводы. Теперь вот какие-то такие бронзовые. С внутренним прокрасом. 68-105. Потом 68-104. Такой медный. И без номера такой же цвет, но с радужным блеском. Дальше такой ярко-ярко-оранжевый. Непрозрачный. Натуральный. И он очень похож вот на вот этот. То есть тут, наверное, какой-нибудь там 90 с чем-нибудь 140. Вот у этого. Так, дальше прозрачные. С глянцевым блеском. 96-00. 91-30-00. Это уже с радужным блеском. 91-30-00. Тоже с радужным блеском. Но что-то они отличаются. Опять, наверное, какая-то это, скорее всего, разные номера. Ну, тогда так и пишите. Посветлее, потемнее. Так, есть еще номер 9. Потом 38-689. Это икринки. То есть у них прокрашено только отверстие. Стекло прозрачное. 38-189 тоже. Но удлиненной формы. 38-189. Это он же, но уже не удлиненной, а нормальной формы. И потом 58-589. Это такой же, только еще и с радужным блеском. Есть номер 9 и есть номер 10. Ну, вот тут, вы видите, написано примерно, потому что мне не все пакетики приходили подписанные. И некоторые номера я уже сама набирала, подбирала по картам. Так, а теперь сатиновая рубка. Оранжевая вот такая. Средняя. Без номера. Потом 05-182. Вот такая желтая, медовая, желто-оранжевая. И 85-091. Уже такая самая яркая из этих трех видов. А еще у меня есть вот такой вот пакет 500 грамм. Это, в принципе, он же и есть, да. 85-091. Он у меня даже не распакованный. Если кому-то надо, могу отсыпать 100, может быть, 200 грамм. Ну, не больше 200-300 грамм. Так, еще есть вот такой вот огромный пакет. Это просто прозрачная натуральная рубка. Тоже могу отсыпать. Она, к тому же, шестигранная. И пока от красного далеко не ушли. Вот есть еще 97-070 номер 10. Парчевый красный. Теперь оранжевый бисер. Сначала непрозрачный, натуральный. 93-140. Потом посветлее. 93-110. Потом с глянцем облеском. 98-140. 98-110. 16-189. Это такой обливной, как будто бы сверху облит краской. И такой пастельный оттенок у него. Так, потом тоже такой же, только посветлее. 03-183. 03-184. 03-182 еще светлее. Потом с радужными блесками. 94-140. 94-110 посветлее. 17-189. Тут сразу 100 грамм. Это такой восковой, полупрозрачный. С глянцевым блеском. Дальше тоже полупрозрачный. И такой не яркий совсем. 02-185. 02-184. Тут у меня, видите, уже закончились мелкие пакетики. Пришлось по 100 грамм рассыпать. 02-182. Это альбастер. Тоже полупрозрачный. Да еще и с крашеным отверстием. Вот видите, если приглядеться, да? У него отверстие такое оранжевенькое. 37-189. Дальше прозрачные. Начинаются с матовых. 90-0-30. Ярко такой оранжевый, матовый. Потом 93-0. Еще ярче, но чуть посветлее. Потом просто прозрачный, натуральный. 90-0-50. Потом светлее. 90-0-30. Еще светлее. 93-0. И совсем светлый, но это уже другая линейка таких пастельных оттенков. 01-184. И вот такой вот прям вообще яркий-яркий, можно сказать, люминесцентный, необычный. Даже розово-оранжевый. 01-191. Красивый, мне нравится. Такой. Теперь прозрачные с глянцевыми блесками. 96-0-30. 96-3-0 посветлее. Теперь с радужными. 91-0-30 поярче. 91-0-30. Ну, смотрите, опять такая разница. Этот такой более натуральный оранжевый, а этот такой более конфетный оранжевый. Так, 91-03-0. Еще светлее. 81-0-60. Это уже почти желтый. Так, тоже с радужным блеском. Потом икринки пошли. 38-188. Видите, это внутри прокрашенное отверстие. Потом такие же икринки, только уже прям желткового цвета. 38-183. А потом пошли хамелеоны, мои любимые. 81-0-16. То есть, видите, у него отверстие желтый, оранжевое или розовое, розовое вообще. А стекло желтое. И получается такой оранжевый цвет. В общем и целом. Так, вот опять все они. А еще один пакетик вот такого интересного, даже не знаю его номер. Вообще очень-очень редко встречается. С белым отверстием. А стекло вот такое, как вы видите, цвет. Такое темное, желтенькое или ярко-желтый. Так, а теперь парчевые оранжевые. 97-0-50. Ну, такой яркий, прямо оранжевый. Потом уже более такой натуральный. 97-0-30. Потом посветлее. Да еще и с квадратным отверстием. 97-0-00. Тут тоже есть 97-0-00, но с круглым отверстием. Вот они же по 100 грамм. Потом 87-0-60. Это желтый такой или желто-оранжевый. С квадратным отверстием. Вот сразу видно, как он мерцает. И тут какой-то такой персиковый. Так, 100 грамм. А номера, видно, не было. Поэтому не могу сказать точно. Ну вот, типа персиковый из оранжевых. Потом 87-0-69. Тут уже сразу 100 грамм. Это парчевый с радужным блеском. Переходим к золотистым видам. Сначала идут самые темно-коричневые парчевые. 17-140. 17-0-90. Тут 17-0-90, да еще и с квадратным отверстием. 17-0-70 с круглым отверстием. А это 17-0-70 с квадратным отверстием. Поэтому вот так красиво блестит. А это 17-0-50. 17-0-20. 17-0-59. Это парчевый с радужным блеском. Персиковые оттенки. Так, они без номера. Теперь еще светлее. Такой уже розоватый. 78-185. Потом такой уже грязно-розоватый. 78-112. Еще посветлее. 78-113. Непрозрачный с глянцевым блеском. 18-600 коричневый. Потом вот этот. Мне очень нравится. Это 11-0-70. Матовый, прозрачный. Да еще и вот с таким каким-то радужным отливом. И у него, по-моему, отверстие еще прокрашено глянцевой краской. Потому что он необычно поблескивает изнутри. Как бы прям светится. 10-0-90. Это просто прозрачный коричневый натуральный. 10-0-20. Бежевый. Потом 16-140. Это прозрачный с глянцевым блеском коричневый. 16-110. Посветлее. Светло-коричневый. Так. И 48-0-95. Это вообще какой-то интересный. У него не просто глянцевый блеск. Плюс еще этот блеск имеет какой-то цвет. Потом 11-0-90 с радужным блеском прозрачный коричневый. Переходим к рубке. Начиная с парчевой коричневой. Это, наверное, 17-140 без номера. А это посветлее. 17-110. 17-0-90 номер 10. А вот этот 17-0-90 вообще из старых запасов. Еще видите, яблонекс. До прециоза была такая фирма. Потом прециоза ее купила. А это такой персиковый медный какой-то. У него тоже номера нет. Ну, так и называйте. Это грязный какой-то золотой. Серенький. А вот этот 17-0-70 уже чисто золотой. Потом идет 17-0-50. Есть номер 10 и номер 9. Вот еще 17-0-50 удлиненной формы и с квадратным отверстием. Вот это все 17-0-20 номер 10. А дальше идет номер 9. Но чем-то он отличается от обычной рубки. И отверстие у него квадратное. И поэтому блеск у него такой конкретный. И еще 17-0-20 номер 11. Ну, их всего, по-моему, два пакетика. И еще два каких-то неопознанных. Ну, ясно, понятно, тоже 17-0-20. Но я говорю, они хоть чем-нибудь друг от друга отличаются, если это были разные партии. Это коричневый металлик. Так, он с номером. Нет, тоже без номера. А это медовый. 83-0-19. Я его тоже уже в предыдущем видео про свои запасы показывала. Теперь коричневый 18-600 с глянцевым блеском. Крупный, скорее всего, 9. Это прозрачный натуральный 10-140. Очень-очень такой темно-коричневый на какие-нибудь почки. И 10-110. Чуть-чуть светлее. А теперь прозрачный коричневый с глянцевым блеском. Он вообще блестит, мерцает, как сокровище. 26-0-60. И еще есть бежевый прозрачный с радужным блеском. Без номера. И переходим к желтым. Сначала бисер непрозрачный натуральный. Яркий 83-130. Потом 83-110. Потом совсем светленький. Теперь непрозрачный с глянцевым блеском. 88-130. И чуть светлее 88-110. А дальше идут с радужными блесками. 84-130. Теперь полупрозрачные или восковые. 0-2-181. 17-3-183. 17-186. А это уже алебастр. 37-186. Видите, у него отверстие прокрашено желтой краской. Хотя сам он полупрозрачный с глянцевым блеском. Дальше идут прозрачные, начиная с матовых. Тертых 80-0-10. Потом прозрачные натуральные 80-0-60 потемнее. 80-0-10 посветлее. И совсем такой светленький. 0-1-181. Потом пошли прозрачные глянцевые. 86-0-10. И 86-0-60. 81-0-10. Прозрачные с радужным блеском. Парчевые желтые 87-0-10. Есть тоже и с круглым отверстием, и с квадратным, который посильнее блестит. И есть парчевые с радужным блеском 87-0-19. А дальше идут икринки. 38-686. Более натуральный. Этот чуть светлее. 38-381. А этот такой конфетный. 38-186. С покрашенным отверстием. И снова необычный корнелин. 83-701. Это вот как мы с вами рассматривали красный. Но он у меня будет в каждом цвете. А теперь ракушечные цвета. 46-112. Это непрозрачный с глянцевым блеском. Дальше идет 47-112. Это полупрозрачный с глянцевым блеском. 47-185. И совсем светлый. 47-113. Это был бисер. А теперь рубка. Начиная с непрозрачных вот таких вот трубок. Тьюбс. 83-110. 3х3 миллиметра. Я люблю разные формы. Фарфалье. Твины. Рубка. 83-110. Номер 11. Это уже с глянцевым блеском. Удлиненная рубка. Непрозрачная. Без номера. Вот она скорее всего тоже вот эта. 88-110. Только удлиненной формы. Такая же номер 9. И полупрозрачная. С глянцевым блеском. А еще и с прокрашенным отверстием. Тоже. Это алебастер. У нее номер 57-186. Теперь красивые парчевые желтые. Оттенки. 87-0-10. Номер 9. Есть номер 10. Вот тоже разные. Все чуть-чуть отличаются. Это удлиненный. С квадратным отверстием. Смотрите, как мерцает. Вот еще он же. 87-0-10. Есть номер 11. Тоже с квадратным отверстием. Тоже красиво и мерцает. И вот есть еще три неподписанных. Можно подумать, что они золотистые. Но нет, они отличаются. Это именно желтый. Светло-светло такой желтенький. Вот в сравнении с самым светлым золотым видно, что это другой. Вот тоже мое богатство. Это 86-0-10. На подсолнух вообще такой классный. Это с глянцевым блеском. Прозрачный. А это икринки опять безымянные. Ну, вот один такой светло-светло-желтенький. Удлиненный. А другой такой конфетно-желтенький. Короткий. И сатиновая желтая. Рубка сама за себя говорит. А дальше тоже идут ракушечные цвета. 46-113 номер 9. Потом 47-112. Ну, вот они очень прямо похожи, но совсем чуть-чуть как-то неуловимо отличаются. Вот 46-112 уже явно отличается. Есть, кстати, еще один под таким же номером, но чуть-чуть светлее. И еще есть 47-113. Тоже явно более светлый, чем этот. И вот они все непрозрачные. А вот блески не пойму. То ли натуральный, то ли глянцевый. По крайней мере, блестит красиво. Но вот этот явно глянцевый. Вот он еще один без номера. И вот эти два номер 10, а остальные номер 9. С желтыми и бежевыми все. Ну, а теперь переходим к следующим оттенкам. Белым, серым, розово-сиреневым, голубым и синим. Начнем с белых и серых оттенков рубки и бисера. Непрозрачная натуральная белая рубка. 0,3-0,50. Потом такая же, только с глянцевым детском. 46-102. Тоже 46-102, но стеклярус. Вот это вот именно стеклярус. Видите, длинный такой. Это полупрозрачная. 0,2-0,90. Причем у нее какая-то необычная такая форма. Это и не бисер, но и на рубку как-то не сильно похожа. Точнее, похоже, но как будто бы у нее скругленные края. Я даже сначала думала, что это граненая. Дальше бесцветная прозрачная натуральная рубка. 0,3-0,50. Потом икринки. 38-102. То есть у них отверстие прокрашено белой краской. Они есть двух размеров номер 10 и чуть мельче номер 11. Потом сатиновая белая рубка есть двух размеров номер 9 и 11. Дальше идут серебряные. Вот это металлик 18-303, номер 11. Потом парчевая серебряная. 78-102, номер 10. Еще есть номер 9. Потом есть стеклярус. 78-102. Дальше идет серая. 78-141. Ну, это вот на вербу вообще классная. Она такая не темно-серая, а светло-серая. Так, есть еще темно-серая. 47-0,10. Номер 10. И еще есть номер 9, еще крупнее. Теперь белый и серый бисер. Начиная тоже с непрозрачного. 0,3-0,50. Он еще и матовый. То есть вообще никакого блеска. Тертый. Также есть такой же, но натуральный блеск. То есть он не матовый, а вот такой блеск стекла. Видите, отличается, да? Тут хотя бы хоть чуть-чуть что-то блестит. А тут вообще ничего. 0,3-0,50. И есть еще белый непрозрачный с глянцевым блеском. 46-102. Он уже гораздо сильнее блестит. И есть даже два пакетика 46-205. Это с радужным блеском. На камеру не очень хорошо заметно, но это радужный блеск. 0,2-0,90. Это полупрозрачный натуральный бисер. Есть еще такой же матовый. Дальше идет глянцевый. Тоже полупрозрачный. 57-102. И с радужным блеском. 57-205. Тоже полупрозрачный. И остается тут два пакетика просто прозрачный натуральный. 3,0-0,50. А он еще и с квадратным отверстием. То есть тоже интереснее. Так как кристаллики льда блестит. А это прозрачный с глянцевым блеском. 48-102. Ну и теперь парчевые серебряные. 78-102. Здесь с квадратным отверстием. Это такой вообще интересный. 78-102 тоже. Он парчевый, да еще и матовый. Это вообще прям мои любимые. И они раньше редко встречались. Не знаю, как сейчас. И они так классно блестят. Такой смутный блеск. Неявный. Дальше серая парчевая. 47-0,10. А теперь уже совсем черные пошли. Это непрозрачная. 23-980. Натуральная. Дальше идет прозрачная с глянцевым блеском. Потом 38-349. Это икринки. То есть с прокрасом внутри. И осталась серая и черная рубка. 23-980. Это непрозрачная. Натуральная рубка. Вот есть и квадратная. Есть и более вытянутой формы. Но это не стеклярус. Есть и стеклярус. Но он уже с глянцевым блеском. Есть тоже бисер такой же. Ой, то есть трубка 49-102. Тоже с глянцевым блеском. Но стало быть и это тоже 49-102. Только стеклярус. Дальше идет интересный полупрозрачный. 57-149. Еще есть внутренним прокрасом. Алибастер. Потом прозрачная серая с глянцевым блеском рубка. 46-010. Дальше икринки. 38-149. И сатиновая серая рубка 05-141. Это тоже на вербу вообще отлично. Теперь переходим к фиолетовым и розово-сиреневым. Начнем с рубки из самой красоты. Сатиновой. 25-041. Вот это пакет 500 грамм. Но я его опять же не смогу весь отсыпать. Потому что мне еще себе надо оставить. Это вот мой пакет. Могу только чуть-чуть. Так. 26-060. Это прозрачная с глянцевым блеском. 26-010. Тоже прозрачная с глянцевым блеском. Но только чуть посветлее. Потом 23-020. Это не прозрачная, натуральная. Вот такая интересная. Ну, их всего два пакетика. Потом металлик. Матовый причем. 18-528. Это тоже вот такие мои любимые виды. Он как пластиковый. Или не знаю, с чем его сравнить. А, кстати, коричневый вот в таком вот... Вот с такой фактурой выглядит как деревянный. На вербу у меня тоже использован. Так, 78-123. Это парчевая. Такая фиолетовая, красивенькая. Потом уже сиреневая. Это еще чуть светлее, но что-то без номера, по-моему. Да, без номера. Потом 27-060. И 27-010 удлиненная. Потом идут икринки. 38-128. Так, и 58-528. Это то же самое, только с радужным блеском. И еще несколько пакетиков сатиновой, сиреневой или фиолетовой рубки. 0,5-123. Дальше смотрим бисер. 18-780. Непрозрачный, с глянцевым блеском. Но это... Тут вообще такой непонятный цвет. Не то коричневый, не то даже сиренева что-то в нем есть. Поэтому он у меня, собственно, тут и хранится. 28-020. Это уже посветлее. Потом вот такой яркий, обливной 16-125. Потом посветлее, без номера. Ну, это... Если это обливной непрозрачный, то это полупрозрачный. Вот это 17-177. Вот, видите, чуть-чуть он свет пропускает. 38-00. И сиреневый из голуба. Непрозрачный. 0,3-192 пастельный. Такой красивый оттенок. Это уже прям розовый. Здесь еще розовее. 0,3-193. Это фиолетовый. 24-020. С радужным блеском. Непрозрачный. Так, дальше алебастры. 38-128. Потом икринки идут. 38-628. С внутренним прокрасом. И мои любимые хамелеончики. 61016. Вот это вообще классный. Розовое, ярко-розовое фуксия отверстие. И голубое стекло. Ну, в общем и целом, выглядит как сиреневый. Теперь переходим к прозрачным видам. Начиная с матовых. 20-060. Совсем такой темный. Фиолетовый. Потом посветлее. 20-010. Потом прозрачный. Натуральный. 20-060. Тоже темный. А 20-010 посветлее. Потом такой яркий. 0,1-123. Прямо вообще очень яркий, красивый. И совсем такой скромный, скромный. 0,1-121. Но я так подозреваю, что такое можно даже и на вербу тоже использовать. Потому что он близкий к серому. Необычная такая верба. Получится сизая. Теперь пошли глянцевые блески. Прозрачные. 96-120. Но это вообще почти бордовый. 26-060. Это уже вот темно-фиолетовый. Вот они хорошо вместе смотрятся. Не сильно отличаются. Но вот этот более фиолетовый. Этот более бордовый. Дальше. 48-025. Вот тут у меня даже восклицательный знак стоит. Потому что это необычный. Очень необычный вид. Мне такой попался всего лишь однажды. У него глянцевый блеск. Но он имеет цвет. То есть как бы он не просто белый такой глянец. А типа вот медным он блестит что ли. В общем особый какой-то окрас. Их только два. И он соответственно на 10 рублей подороже. А теперь прозрачные с радужным блеском. 21-060, 21-010, 27-069. Это парчевый с радужным блеском. И переходим к остальным парчевым. 27-010. Фиолетовый. Есть еще вот такой. Уже такой розово-сиреневый. Очень-очень светлый. Но на нем нет опять номера. Теперь вот такой сиреневый. Тоже очень светлый. 78-123. Но тут наверное что-то близкое. Так, еще есть 78-122. Он, видите, чуть-чуть потемнее, чем предыдущий. Потом вот такой очень красивый. 08-228. Еще и с квадратным отверстием. И совсем вот такой яркий. Но он опять же без номера. 37-177. Алибастер с крашеным отверстием. 37-175. Посветлее тоже с крашеным отверстием. И 57-526. С радужным блеском. Сами они полупрозрачные. Есть номер 10. Есть номер 11. 18-377. Это металлик. Потом 0-1-192. Это прозрачный, натуральный. И 0-1-195. Прозрачный, натуральный. Вот такой вот совсем не яркий. Как бы такой скромненький. Но интересный. Дальше идут икринки. 38-125. Тут совсем такие скромненькие. Но тоже можно кое-что с ними придумать. Потом фукси. 38-125. Так, тут 38-126. Это какие-то сиреневатые. И 38-123. Это уже ближе к розовому. Если их вместе положить, то вот этот чуть более сиреневый цвет имеет. Этот более розовый. Дальше 38-194. Он такой уже теплый, спокойный, розовый. Так, а вот тут 58-577. Икринки с радужным блеском. Теперь розовые оттенки парчевой фактуры. 18-225 с круглым отверстием. И с квадратным. 18-228 тоже с квадратным отверстием. Один пакетик. 18-277 с круглым. 18-275 номер 9. 78-192. Такой вот светлый. Переходим к рубке. Начнем с парчевых видов. 18-277. Вот такая яркая фуксия. Примерно. То есть неточный номер. 18-275 посветлее. Это скорее всего то же самое. Только удлиненное и с квадратным отверстием. Потом 08-298. Потом такой персиковый. 78-193. Такой вот нежный. Вот этот еще нежнее. 78-191. Сейчас светлее. Этот еще светлее. Еще нежнее. 78-192. И еще нежнее. Тоже такой же. Ну вот я даже тут точечку поставила. Потому что номер вроде такой же. А оттенок, видите, чуть-чуть светлее. Еще есть 18-273. И тоже очень светлый, красивый. Удлиненной формы с круглым отверстием. И вот получается вот такая линейка. От более яркого, но нежного. И до самых-самых светлых нежных. И еще есть вот такой вот грязненький. 18-289. Ну я прям люблю такие грязненькие, загадочные цвета и оттенки. А дальше идет прозрачная натуральная рубка. 0-1-194. И вот такая вот совсем интересная. 0-1-113. Она похожа, что с прокрашенным отверстием. И вообще какая-то в ней есть матовость. Но в общем, я не могу до конца ее разгадать. Ну а теперь переходим к икринкам. Здесь много без номеров. Вот такой вот спокойный розовый. Удлиненный. Потом 38-698. Немножко лососевый какой-то. Потом тоже без номера. Но такой интересный и удлиненный. Давайте назовем его молочно-бежевый. Еще и с глянцевым блеском. Ну вот и вообще фуксия. Есть вот такой пакетик. Еще старинный яблонекс. Он чуть посветлее, чем предыдущий вид. Так. Вот есть еще светлее. И сиреневый. Нежный. Так. А дальше идут с радужным блеском. Вот это вот уже с радужным. Как-то он тоже немножечко... Во-первых, с прокрашенным отверстием. А во-вторых, еще и какой-то вот матовый слегка. Потом вот это вот полупрозрачный алебастер. 57-126. С крашенным отверстием и глянцевым блеском. И осталось немного. Вот такой непрозрачный натуральный 73-040. Вот очень такой скромненький. А это сатинки пошли. Две вот такие грязно-розово-сиреневые. Без номера. Четыре вот такие яркие. 05-192. И четыре лососевые. 05-191. Теперь переходим к голубым. Тут тоже целое разнообразие. Целое богатство. Начиная с бисера. Вот это непрозрачный. С глянцевым блеском. 68-050. С радужным блеском. Непрозрачный. 34-220. Синий. И голубой. 64-050. Два прозрачных натуральных потемнее и посветлее. 60-150 и 011-134. Тоже прозрачный, но с глянцевым блеском. 66-150. И с радужными блесками. 61-150 потемнее. И 61-010 посветлее. Икринки. 38-165. Нежный-нежный. 38-162. Спортовые. 18-236. Квадратным отверстием. Очень красивый. Это, наверное, он же. Но уже с круглым отверстием. И, по-моему, чуть-чуть покрупнее. А потом посветлее. 67-010. И еще светлее. 78-133. Нежный совсем. И бирюзовый. Такой красивый. 08-258. С квадратным отверстием. И еще поярче. 57-710. Тоже с квадратным отверстием. Дальше непрозрачные виды. 18-365. Металлик. Яркий металлик. И 18-565. Посветлее. Тоже металлик. 63-025. Это непрозрачный. С глянцевым блеском. Бирюзовый такой. Потом непрозрачный. Натуральный. 63-130. Такие в голубые гели добавляю. 01-164. Прозрачный. Натуральный. Бирюзовый. 56-710. Это вот тоже прям для голубой гели. Еле создан прозрачный. С глянцевым блеском. И 11-022. Хамелеон. С голубым отверстием. И желтым стеклом. Теперь переходим к рубке. Голубых и бирюзовых оттенков. Непрозрачная. Натуральная. 63-020. Потом с глянцевым блеском. 38-210. Это такая уже синяя. И голубая. Тоже с глянцевым блеском. Это стеклярусно. Но без номера. Потом 64-050. Это такая средняя синяя. С радужным блеском. 57-136. Полупрозрачная. С глянцевым блеском. Потом идут прозрачные. Начиная с матовых. Без номера. Вот на нем стоит. 840 рублей. Шутка. Но это просто так. Какая-то не знаю, что это значит бумажка. Так. Это прозрачная с глянцевым блеском. 66-030. Голубая рубка. Вообще тоже очень красивая. И еще есть 66-010. Удлиненной формы. А, еще есть 66-010. Квадратной формы. 66-010. Чуть-чуть светлее. Теперь прозрачные с радужным блеском. 61-010. И еще есть вот такой вот более бирюзовенький. Бирюзовенький, но без номера. Так. А теперь пошла сатиновая рубка. 05-134. Это номер 9. И вот это вот помельче. 05-234. Номер 10. Вот я еще замечала сатинки. Тоже они разные бывают. Вот раньше они попадались вот больше такие. То есть они с каким-то белесым блеском. А здесь они больше какие-то полупрозрачные. Вот я даже не знаю, как этот эффект описать. На фотографии, кстати, когда фотографируешь, иногда даже меня спрашивают, а что там белая рубка добавлена. А на самом деле нет. Просто это они вот так блестят под углом. Прям белым. А вот здесь меньше такого эффекта. Один из них как будто плотнее. По-моему, вот этот как будто бы поплотнее. Фактура у него. Теперь непрозрачная бирюзовая рубка. Вот эта удлиненная. 63-030. Есть квадратная. 63-130. Есть номер 10. Есть номер 9. Вот эта вот, видите, покрупнее. Потом икринки. 38-158. Такие бирюзовенькие. Мелкие. Наверное, номер 11. И вот эта вообще красивая такая морская волна. 61-015. Тоже непонятно. Возможно, 9-й. Ну, я вообще-то, я хорошо отношусь и к 9-му тоже бисеру и рубке. Так, это вообще какой-то непонятный, безымянный. Ну, такой необычный. Так, 50-710. Это прозрачный натуральный. 0-1. 164. Номер 9. Вот они похожи с предыдущим. Но этот светлее. Вот это тоже все голубые ели. И дальше идут 56-710. Такой же, только еще и с глянцевым блеском. 57-710. Крупный номер 9. Но для голубой ели вообще без разницы. Торчевый. Вот так же помельче. Такой же номер. 78-165 и 78-164. Вот они более светлые. И 164 еще светлее. Потом голубые. 78-133. Такой еще близкий к бирюзовому. А вот этот уже небесно-голубой. 67-150. Номер 9. Есть еще 67-150. По-моему, здесь с квадратным отверстием. Это красиво блестит. Не знаю, номер 10, наверное. А вот это номер 11. 67-030. Еще посветлее. И 67-010. Еще светлее. Потом 78-134. Еще чуть светлее. И он еще номер 11. И 78-133. Тоже чем-то отличается по оттенку. И удлиненный. А еще вот нашла один пакетик 78-132. Он уже обычный, цилиндрический. Но еще отличается. Еще как будто спокойнее, приглушеннее тон. И осталось немного вот синие оттенки. Начнем с рубки. 33-070. Это непрозрачная натуральная. Еще и номер 11. Потом такая же, но с глянцевым блеском. 36-050. Потом идут прозрачные натуральные. 30-110. Такой темно-синий. И 30-100. Ну, уже нормальный синий. Вот тоже, видите, яблонекс. Старая фирма. 61-300. Это прозрачный с радужным блеском. Еще и шестигранная форма у нее в этой рубке. Потом парчевый. 37-080. Такой прям сапфировый. 37-110. Этот, по-моему, еще более сапфировый. Так, потом посветлее. 37-050. А вот этот интересный 37-080 с квадратным отверстием. Смотрите, как блестит. А вот этот 37-030 с примесью немножко фиалкового такого. Я, по-моему, такой вот добавляла именно в триколор, когда я искала. Или вот этот вот. 78-132 точно. Вот этот я использовала чуть-чуть в розах. Триколор на синюю розу, естественно. Так, дальше. Так, тут потемнее. 67-300. Потом 67-100. Это уже такой темно-темно-голубой. То есть не фиалковый синий, а вот именно такие я тоже люблю. Их даже можно в голубые еле добавлять. Если вот такой вряд ли добавишь, или фиалковый там какой-нибудь, то вот это вообще самое то. Так, ну их тоже много разных. Потом 60-100. Так, это тоже уже прозрачный. Натуральный. Но это тоже уже не фиалковый, а именно синий-голубой такой темный. И синие сатинки 35-061 такой конкретный. И посветлее сиреневатый 0,5-231. Но их всего два. Теперь бисер. Вот это темно-синий еще и с квадратным отверстием. Это вот явно 67-100. Потом вот такой фиалковый синий 37-110. Тоже с квадратным отверстием. 37-0-80 с квадратным отверстием. Сапфировый. 37-0-50. Это с круглым. Дальше 37-0-59. Это парчевый с радужным блеском. 30-0-30. Это прозрачный, натуральный. А это опять корнелиан или сердолик. 33-710 с белой сердцевиной. Синий и голубой 63-715. Ну и наконец-то последний зеленый бисер и рубка. И некоторые другие материалы и инструменты. Начнем с бисера. Самый темный 50-150. Прозрачный, натуральный. Очень-очень темно-зеленый. Потом 50-0-60. Посветлее. Еще есть вот такой вот в пакетиках. Это тоже прозрачный, натуральный. Но он с квадратным отверстием. Поэтому смотрите, как красиво блестит. И это даже заметно в прозрачном бисере. Это прозрачный с глянцевым блеском. 56-290. Такой очень-очень темный. И есть еще 56-0-60. Это посветлее. И еще чуть-чуть светлее. 56-120. С глянцевым блеском все это. А вот этот очень необычный. Тоже приходил мне лишь однажды. 57-511-28. Или 51-128. Посмотрите, у него отверстие прокрашено какой-то краской. Вот, по-моему, коричневый. И темно-зеленое стекло. И получается вот этот коричневый тон придает ему болотный оттенок. Вот такой необычный. Так, теперь парчевые виле. Ну, это самый темный. Вот такой вот еще и с квадратным отверстием. 57-150. Потом это с круглым отверстием. Потом еще чуть светлее. 57-0-60. С квадратным отверстием. Есть еще такой же с круглым отверстием. Дальше еще светлее. 57-120. И, как молодая зеленая травка, 57-430. Он есть и с круглым отверстием, и с квадратным. Ну, квадратное, естественно, красиво мерцает. И такие виды на 10 рублей дороже стоят. Это 57-220. Болотное. Болотный цвет, парчевый, огонек. Совсем светлый. 78-154. Вот я такие на окантовку своих самых первых уральских роз делала, которые мастер-класс. Потом 78-153. Пожелтее. Такой желто-зеленый. Так, еще есть вот такой вот. 78-163 примерно. Но он такой, как бы, уже какой-то пихтовый, но тоже светленький. А, да, и вот еще потерялся тут. 78-151. Это еще более желтый. Но он все равно на камере, он почему-то выглядит еще желтее. А так-то это все-таки видно, что это не желтый, а зеленый. Просто с желтым оттенком. Так, 57-129. Это парчевый с радужным блеском. Прозрачный с радужным блеском. 51-060. Еще есть 51-120. Чуть посветлее. И 51-100. Еще светлее. Это как на голубую ель. Вот эти все прям подходят. 0-3-153. Слегка с желтым оттенком. Далее 58-250. Непрозрачный, глянцевый. 58-410. И с радужным блеском. 54-230. Как молодая зелень. И еще моложе. 54-310. Тоже с радужным блеском. Металлик. 18-356. Теперь идут прозрачные, натуральные. 0-1-161. Тут еще более. Такой пихтовый. 0-1-163. Икринки. 38-656. Такие прям термоядерные. 38-156. Есть поспокойнее. Еще посветлее, понежнее. 38-154. Так вот, елово пихтовый. Дальше 38-659. И есть еще более крупного размера. Где-то 9-й. И цвет у него чуть-чуть как бы потемнее. 11-0-24. 37-158. Это уже совсем бирюзовый. Альбастровый. С бирюзовым ярким таким отверстием. И глянцевым блеском. И 37-152. Такой нежный-нежный зелененький. Светло-мятный. Очень светлый. А, и вот у меня еще этот пакетик. Вот такой большой. 57-220 номер. С бисером. С квадратным отверстием. С бисером все. Дальше переходим к рубке. Начнем с непрозрачного. Натурального. 53-410. Ну, вот такой всего один пакетик. Ну, видимо, у меня их тоже было немного. 54-250. Это такой ярко-зеленый. С радужным блеском. Прозрачный. 50-620. Это темно-зеленый, натуральный. 50-060. Посветлее. Но все еще темный. И даже есть у меня такие номер 8. Вот на амазонскую лилию, на оси, я как раз нанизывала вот такой вот вид. То есть, крупные тоже надо иметь. Хотя бы по одному пакетику, а то и больше они пригождаются периодически. 56-620. Это прозрачный с глянцевым блеском. Такой очень темно-зеленый. 56-120. Это номер 9. Теперь парчевые. 57-150. Темно-зеленый. Вот есть такой же, но удлиненный. И с квадратным отверстием. 57-060. Есть номер 10. И есть номер 11. Еще есть номер 9. И он имеет шестигранную форму. Он же есть удлиненной формы. С квадратным отверстием. 57-060. Вообще их очень много, по-моему. Всяких-всяких разных. Еще есть 57-120. Тоже удлиненной формы. С квадратным отверстием. Есть обычные формы. Вот такой вот. Есть номер 10. Есть номер 9. Есть даже номер 11. И один пакетик удлиненной формы. С круглым отверстием. Тоже 57-120. В общем, много вот такой вот зелени. 57-120-060. И они какие-то близкие. 060 чуть-чуть потемнее. Так, а вот эта вот сатиновая рубка. 05-153 номер 11. Вот когда-то мне пришла, и я себе ее отложила пакетиков 20. Вот сейчас половину откладываю вам. И 05-152. Но их немного, к сожалению. Всего две штучки. Наконец-то вроде бы это все по бисеру и рубке. А теперь давайте заглянем в два вот этих волшебных ящичка. Здесь флористическая лента на любой вкус и цвет. Вот от самой-самой темно-зеленой. Вот такой вот яркой бирюзовой. До самой-самой светлой. От черной, коричневой до белой. И даже золотой и серебряной. Оранжевые, желтые, розовые. От самого светлого до самого яркого. Или персикового. Красные от темного до светлого. Фиолетовые, синяя, голубая ленты. Тут еще, кстати, проволока 0,4 мм. Это голубая и синяя китайская. Но это еще старые запасы. Вот одна такая катушка весит 44 грамма. То есть сейчас, говорят, там намного меньше намотано. Вот раньше еще было очень даже прилично так намотано. Вот даже видно, да? Темный край. И цены, кстати, все подробности вообще, как заказать, контакты, наличие, смотрите в описании к этому видео. И в этом ящичке некоторые инструменты, кусачки, плоскогубцы. Это не мои личные инструменты, это с курсов. То есть, когда ко мне приходили люди, первый день или второй, у них еще нет никаких материалов, инструментов. А это мои личные круглогубцы. Два спиннера и немного проволоки. Это 0,3 коричневая для плетения деревьев. Вообще очень хорошо подойдет. Но она, на самом деле, мы замеряли 0,35, и она достаточно жесткая. То есть из нее очень классно плести мелкие петли для деревьев. Это матовая коричневая. Это, ну, такая блестящая. Она последняя осталась. И вот еще есть такие черные, как мокрый асфальт. Их тоже немного штук. А это из очень старых запасов. 0,4 гамма. Это был первый момент, когда гамма испортилась. То есть у нее еще белая этикетка, но она уже стала как будто бы не медная, а стальная. Но вот я ее использовала только на елке, потому что как раз достаточно жесткая проволока. И можно веточки делать. Даже самые большие, они будут достаточно крепкие. Вот. И впервые у них тогда появился вот такой вот цвет темно-коричневый. Я так обрадовалась, что наконец-то темно-коричневый, не рыжий, а именно темный. Что накупила их примерно 4 пачки, если не больше. Тут в одной пачке 12 штук. И еще у меня есть несколько журналов наука и жизнь с моими мастер-классами. Вот это последний журнал. Майский номер за 2018 год. И здесь мастер-класс по моей броши Супер Бисер. Это новогодний номер за 2017 год, за декабрь. Здесь даже вот елочка моя, если узнаете. И мастер-класс по голубой еле. И вот это самый первый майский номер за 2017 год. Здесь целая статья. И мастер-класс по вереску. Да, и на задней обложке прям много изделий. Все эти номера я заказывала в издательстве Науки и Жизни. В то время, когда выходили статьи. И вот этот журнальчик самый эксклюзивный. И вот он у меня остался последний. Еще меня спрашивали про эти ящички под предыдущим видео. Они называются Ящик универсальный кристалл на 9 литров. 400 на 335 на 85 миллиметров. Вот, очень удобное для хранения. Покупала я их в обычных магазинах. В хозяйственном или в строительном. Вот у нас есть, например, местный Тысяча мелочей. И еще есть икеевские ящики. Но они не такие удобные именно для хранения бисера. Но для чего-нибудь другого. Они потому что побольше, повыше. Этот 8,5 сантиметров по высоте. А здесь, не знаю, тут побольше. Этот еще, например, больше. Но их я тоже использую для хранения каких-то других вещей. Да, я уже решила, что ограничений по количеству пакетиков я делать не буду. Но если кто-то берет свыше 6 килограмм, ну или 6 и выше, то вот как раз это помещается в такой ящичек. И поэтому я буду отправлять прямо в этих ящиках. Ну, соответственно, если на 12 и выше берете, то в двух таких ящиках и так далее. Я вообще могу отдать кому-нибудь вот все вот это вот сразу с 30% скидкой. Если половину, с 20 или 15% скидкой. Итак, записывайте номера бисера и рубки и их количество, которые вам нужны. И присылайте мне. Почта указана в описании к видео. Да, и забегая вперед, меня часто просят собрать наборы к моим мастер-классам. Но это отдельная непростая и долгая работа. И, к сожалению, времени на составление наборов в этот раз у меня не остается. Субтитры подогнал «Симон»